Приветствую, дорогие друзья, с вами вновь Алексей, он же Crazy Life, ну и продолжаем проходить игру Диабло 2 Lord of Destruction. В прошлой миссии мы уничтожили логово зла, и нам дали следующий квест на убийство ворона крови. Так, с тобой мы уже говорили, здорово, кладбище с... а, кладбище сестер. Как можно убить то, что уже умерло? Да легко, легко можно убить. Здорово, кладбище. Особенности Кровавого Ворона. Честно говоря, она в отличной форме. Да уж, действительно в отличной форме. Ну, как я говорил в прошлом эпизоде, ее понерфили в патчах, поэтому я не так уже ее боюсь. Кровавый Ворон был вожаком банды Бродяг, дравшихся однажды с Диабло в Тристране. Угу. Так, у нас же, по-моему, голды не было, да, насколько я помню? Да, у нас там 16 голдишки было, часть ушла еще на починку. Ладно, отправляемся в путь-дорогу. Здесь у нас, соответственно, карта открыта, но мобы обновились, потому что... Потому что я выходил из игры. Так, бежим, бежим, бежим. Здорово, ребятки. Хорош. Вот лук это вообще классная тема. Правда, не хватает скорости, урона. Всего не хватает, но это вопрос времени. Отлично, левелап. Так, давайте так сделаем. Три влов, даже четыре вловкость, одну в силу. Силу по чуть-чуть будем прокачивать. Так и будем прокачивать по чуть-чуть живучесть и ману. Мана нам потом очень пригодится. Когда откроется обстрел. Он кушает, по-моему, там или 11, или 12 маны. И, соответственно, ну, достаточно сильно будем просаживаться. С учетом того, что у лучницы маны-то ограниченное количество. Хорош. Перчаток у нас, по-моему, еще не было. Ну, это такие дешевые перчатки белые. Белые, бесполезные. Давайте прокачаем. Все равно качать придется. И давайте еще его сюда поставим. Хорош. Обычная магическая стрела. Это алтарь увеличивает, короче, способности, уровень наших способностей. То есть, если у нас у первого уровня, то на короткое время у нас они станут там, там, по-моему, там. Уже заговаривалось. Третьего или четвертого. Третьего уровня. Отлично. Плюс два уровня дает к способностям. Ну и к пассивкам, соответственно. Ко всем второстепенным навыкам. А алтарь битвы, наоборот, дает к первичным навыкам. Там скорость атаки, урон, в общем, все, что в этом духе. Все, что с этим связано. Кстати, надо еще телепорт открыть будет Только я не помню, где первый телепорт На какой локации Кровавое болото По-моему, нет По-моему, не на кровавом болоте Телепорт В любом случае, открываем все Так что найдем его, не пропустим Хорош Так У нас здесь должно быть разветвление, по сути То есть, один проход должен везти в кладбище Где этот кровавый ворон, собственно говоря, обитает И Второе ответвление куда-то в другую сторону В общем Хорош, минус Пусим Выносливость, отлично Можно, кстати, ее выносливость на панель поставить Быстрого доступа Когда, соответственно, он упадет То заюзаем бутылочку Так, хорош О, во, алтарь бега, вот это хорошо Кстати, с патчами увеличили срок действия алтарей Тоже приятно Так, бежим сюда Ну, пока висит у нас этот алтарь Мы, соответственно, не будем выдыхаться Что очень хорошо Так, так, так Бежим, бежим, бежим Но мобов, как всегда, мало вначале Меч не будем подбирать Он белый, дешевый И, в принципе, очень дешев по голде И смысла особого нету его подбирать Только засорять, соответственно, сей инвентарь Лучше подберем какую-нибудь синенькую Вот, допустим, метательный нож Хорошо Сдохнет, тварь Мана, бутылка Ну, давайте, в принципе, возьмем Почему нет? Ну-ка, подбирай Отлично Свиток ТП Ну, ТП-шек я накупил Так что Сильной и острой необходимости в них нету Но подбираем Почему нет? У нас книжка Телепортов вмещает 20 свитков А у нас сейчас, по-моему, 80, если не ошибаюсь Надо поаккуратнее Такое юзать Иначе я могу сдохнуть А коли мы играем в хардкор То никаких воскрешений Умер и умер Ну, опять же таки В хардкор режим Надо играть в тех играх Которые вы хорошо знаете Потому что Если вы игру проходите В первый раз То на хардкоре Лучше этого Не играть Опасно Будь осторожен Зло очень сильно Ну, хорошо Буду осторожен В том же Path of Exile Где есть Exile Почему с РМД добавляю в конце В Path of Exile Есть хардкор режим Но, соответственно Там надо шарить в игре Чтобы Проходить на хардкоре Потому что я помню По ходу прохождения Ну, очень много раз вдыхал Вот И я бы просто таки Не дошел бы Долго В режиме хардкор А в Дьявле второй Более-менее ориентируюсь Но Ориентировка Это не гарант Того, что мы не умрем Так что Будем стараться Изо всех сил Не сдохнуть Что ж Зло Сильно Как сказала нам девчонка Как она только не боится Здесь стоит Посреди толпиков Монстров Буквально-таки А до лагеря Свет не близкий Подбираем стрелы Хороший Бежим дальше Вот здесь должен быть Первый Да, холодные равнины Здесь должен быть Первый телепорт В город Хилка Окей Слабо Вот оно ТП Следующий будет В каменном поле Не буду спалерить И говорить Что там В каменном поле Для тех Кто не смотрел Не играл В Диабло Вторую Ну а для тех Кто играл Те знают Что там В каменное поле Что оно себе представляет А для чего оно нужно Так По ходу Как говорится По ходу Прохождения Будем комментировать Не забегая Вперед Хотя Мне обычно Это тяжело Получается По неволе Приходится Спалерить Да умри Ты уже Мелочь Пузатая Но кстати В принципе Очень легко Лучниками расстреливают Эту мелочевку Потому что я помню Каково это делать Мечникам Они разбегаются За ними Постоянно приходится Бегать В общем Полный геморрой Хорош Да умри Ты уже Ну что ж Такой живущий Хорош Минус Падший Вот такой вот Падший Чертенок Короче Проще говоря Мелочь Пузатая Чертенок Так Сука Кто воскрешает Воскрешалка Хера Катар 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 Не подбираем Катар Это не нужная тема Хорош Я и думаю Блин Кто по мне Постоянно ползает К тому Какая-то Залетела В окно Сейчас Только что Проползла По монитору Я думаю Что такое Кто по мне Ползает У меня глюки Что ли Нет Ну на улице Сегодня прохладно Поэтому она решила Погреться Мне Залетела Так Пусим Зверь Зверь Я даже Я даже Воскрешал Что я подобрал Там Стрелы Давайте Соединим Хорош Вот это Суда Это Суды Это Распознать И можно Сразу Одеть А вариантов Нету Все равно Так 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 Ну вроде Все Нормалек Уложили Еще один Воскрешал Что ж Так Что ж такое Воскрешает И воскрешает Так Минус Голду Подбираем У меня В принципе Вот такая Сейчас погода Какая Здесь В игре Тоже Дождик Правда Еще и Холодно Хотя Игрушка Нам Не говорит О том Холодно Или нет Опачки Суда Нам Как раз По По квесту Ворон Крови Кладбище Окей Давайте Откроем Второй Проход Так Мухой Хорош Меня Доставать Прямо На руку Садится И ползает Ну что ж Такое Я понимаю Что ты Погреться Залетела Но не надо До такой Степени Наглеть Так Небольшое Лечище Давайте Бахнем Бутылку Выносливости Чтобы пробежать Тут Все Хорош Минус Ману Нет смысла Подбирать Мана Мне не нужна Что я Не трачу Вот этот Магический Выстрел Он по сути Урон Никакого Не добавляет Он по сути Конвертирует Наш физический Урон В магический То есть То же самое Получаем Поэтому Узать Никакого Смысла Нет Хорош Минус Колечко Какое-то Но я Его не Одену Потому что У меня Нет Свитков Распознавания Вот Надо Будет Затариться В городе Распознаться И уже Потом Одеть Хотя Мало Вероятно Что он Что-то Хорошее Обычно Синее Кольцо Которое Там Дает Плюс Два К ловкости Ну что-то Типа Этого Но за Неимением Лучшего Как говорится Так 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 Гаргантюа По-моему Последняя буква А была Да Да Гаргантюа Жесть Ужасное Название Но я В принципе Называю Обезьянки Или мишки Мишки По-моему Я их Называл Хотя Они Больше Похожи На Обезьян Нагорил Скажем так Большой Пусим Минус Давай До свидания И ты До свидос Берем Зелье Бежим Дальше Кстати Надо Купить Хотя Какой-нибудь Дешманский Поезд Чтобы У нас Было Два Инвентаря Бутылок А не Один Как Сейчас Так Опять Я выдохся Давайте Пятерочку Побегай Немножко Так В замедленном Как говорится Режиме Чтобы Установить Выносливость Да Поначалу Она садится Поначалу Быстро Садится Но Как я уже Говорил Это вопрос Времени Со временем Прокачка Будет Лучше И выносливости Будет Больше Да Попади Ты уже По нему Сука Ходит Туда Сюда Болты Отлично Так Тут У нас Что Тут У нас Пусто Ничего Интересного Набежим Дальше Надо Проход Открыть Следующий Ну и Плюс Дочистить Всю Карту Кладбище По крайней Мере Мы знаем Где Так что Когда Дочистим Сразу Орванем Туда Зелье Удущающего Газа Хорошая Зелье Кстати Было До До Патчей Там Каких То По крайней Мере По моему В патче 1.08 Допустим Она еще Была Какой-то Ну Решающее Значение Имела Сейчас Он Вот Так Так Давайте Силу Живучесть И Ману Прокачаем Это у нас Каменное Поле Насколько Я понимаю Выход На каменное Поле Да Угу Хорош Ну Ну Отлично Мы Нашли Две Локации Мы Нашли Телепорт В общем Все Что Нужно Для Хорошего Прохождения Все У нас Есть В общем По поводу Этого Зелья Раньше Когда Ворон Крови Был Очень Сильный Вот То Ходили на нее Как раз таки С этим Зельем Там Надо было По моему Седьмой Или шестой Уровень Для того Чтобы Взять В руки Вот Алтарь Опыта Ну Так И вот Брали его В руки И шли Его убивать Потому что Там Куча Зомбарей Куча Ну Короче Различных Херобор Которые Могут С легкостью Порвать Пердак А Это Зелье Обладает Большим Уроном Достаточно А Надо элитного Задолбить Так Надеюсь Я Справлюсь У тебя У меня Выбора Нет Алтарь Опыта Хорошо Кстати Подошел Как раз Их Очень Много Пока Я не Тащу Давайте Убьем Еще Одного Падшего Очень Хорошо Что В принципе Вот Этот Взрыв Меня Не Убил Сейчас Мы Подобрали Уникальные Артефакт Который Присущ Сугубо Диабле Второй Сейчас Я Подберу Бутылочки И покажу Вам Ну как Артефакт В общем Вещицу Вот она Это Талисман Что такое Талисманы Талисманы Дают Различные Бафы О Еще Один Талисман Талисманы Дают Различные Бафы И Носится В инвентаре То есть Пока Они Находятся В инвентаре Они Нам Дают Этот Баф К ловкости Допустим К живучести К резистам Различные Бафы Ни в первой Ни в третьей Диабле Такого нету Сугубо Во второй Диабле Так Давайте Подчистим Чуть инвентарь Можно Выкинуть Вот это И Сгоняем В город Продадимся Потому что Ну реально Лут прет И лут И лут Некуда девать Хоть у нас Висит Алтарь Опыта Ничего страшного Да Кстати Вот Тоже В патчах Сброс характеристик Появился А раньше Такого не было Раньше Чтобы Узнать Какие навыки Тащат Надо было Взламывать Артмани И Соответственно Смотреть А уже потом Прокачивать По новому Персонажу К атаке Здоровью Ну в принципе В принципе Ладно Продадим Хорошая вещь Но я бы не сказал Что настолько Хорошая Чтобы забивать Даже два фото С инвентаря Берем Почему нет Продать Шапки Вообще Нету Одеть Колечко Берем Очень слабые Кольца Очень слабые Но Вариантов нет У нас колец Просто Нету других Поэтому Даже это Хорошо Ману В принципе Продать Тут что С Видки Индификации Брать Не брать Не знаю Ну тут Седла мага Пойдемте К чарси Сгоняем Ну вот Нам сказали у пети ворона крови это мы когда вошли в кладбище давайте прокачаем пассивку вот этот критический удар увеличения здорово 26 с гнездами ли обычно давайте обычно возьмем это впулить починить все и еще пояс мне интересует хотя бы дешманской все у нас два слота максимум здесь полно 45 по уму нету пом 4 максимум кованый поезд дает но я могу ошибаться честно не помню по вам 4 максимум слота хотя может быть и 5 так кинули камушки и отправляемся дальше хорош так допустим эту локацию уже и пойдем ворона крови вы щелкнем ухты еще элитка было минус синие перчатки это отлично это хорошо кстати колодец забыл про него сказать пробегали уже как-то он можно его пивнуть два раза за каждый пивок он восполняет 50 процентов хп 50 процентов маны и выносливость очень все по 50 процентов то есть если у вас вообще всего мало два раза пивнув он вас восполняет как фу он к дешится через какое-то время я вот не помню через какое точнее даже не знаю не засекал вот ну где-то минут через пять он полностью восстановится то есть если допустим когда-то полная жопа можно вернуться опять попить будет все нормально так как так играя в режим хардкор вы не должны допускать конечно чтобы у вас это полная жопа была чтобы вы не были привязаны к какому-то колодцу что ли так локация отлично она не хвостова но зачистим сходим что это у нас за локация в пещеру обычная локация то есть не по квесту ничего но здесь наверно распишет уровень один должен быть уровень 2 по логике да а на уровне второго обычно бывает золотой сундук очень добротно как он желтая шмо . хотелось бы конечно желтый лук но это мои мечты как говорится серый ползун голод ухты шешки матрешки какой-то нам щит дали желтый походу он такой а у нас же свитков идентификации нет он такого знаете цвета что чем-то как-то на легендарку похож вот я если честно не помню как здесь легендарки выглядят если они вообще-то по-моему нету легендарок есть желтый и зеленые предметы но зеленая это с этого легендарных полу не насколько я помню да 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 по моему нету то есть желтые и самые крутые это зеленые с этого и вещи хорош пусть им уху кого суд как где-то тут воскрешалка было если есть эти гоблины они же чертят она есть воскрешалка хотя не факт я вижу хорошо пусть им пусть им лучше пещера то не маленькая смотрю а вот и воскрешалка так восстановись выносливость и погнали дальше должен сказать зомби так напинают неплохо потихоньку хпшку просаживает куча этих гоблинов мелких они просто знаете чем колебают они подойдут вас тыкнут отбегут подойдут тыкнут отбегут особенно когда за война играешь за милишника очень материшься на их счет талисман кольцо кстати спать чем еще дроп талисманов повысили потому что раньше талисманы начинали падать ну уж не с пятого акта но по крайней мере где-то акта с 4 ну третьим тоже можно было найти так сяк в принципе да где-то наверно с 3 начинали падать вот а сейчас он даже с первого акта на самом деле здесь во второй диабли по моему лут завязан на левел то есть грубо говоря вы если не достигли определенного лавала ту или иную штуку вы просто не выйдете потому что вы не достигли этого это просто надо знать и принимать должен скелет до свидания хорош давайте кстати level прокачаем чем мы будем бегать с ним раз два три 11 все тут что у нас отлично открылись еще пассивки это уклонение от ближних ударов уклонение от стрел качаем все так первая нас не интересует вкладка постоянная что у меня рука автоматически переключается на нее но первая вкладка нас вообще не интересует там копья чисто опа вот я мискликнул ахаха привнул зелье у ёшки матрешки нихера себе ох ты ж ёшки минус она морозит вот в этом вся фишка все еще и стрелями опачки кнопочки давайте аккуратно это ж хардкор мы не просто на обычной сложности на хардкоре играем так хотел пройти потуда мало ли здесь монстры встретятся и встретились зомби хорош надо их просто численно немножко уменьшить да в принципе у нее не так много хп уж давай минус хорош неплохо не мне должен сказать просадили то так и сдохнуть можно темный рейнджер ну давай уже ты тоже что ли морозишь да ладно девка ну ты меня так не пугай они реально морозят тюк я думал пока это элитка морозит ну давайте посмотрим так стоп вообще печалька сказ все занято ладно сейчас город сгоняем туда погнали в город проводимся затаримся банками в общем сделаем все что нужно для выживания да жесткая элитка попалась да вот и да так перчаточки жопу чё это вот это хорошая наверное тема 23 в течение 6 секунд то есть это в секунду будет наноситься два урона что ли давайте оставим пофиг урона от огня еще добавляет так ладно глянь глянем потом хорош ухты шьешки матрешки охеренный щит но 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 по закону подлости как всегда мне лучнику дают щит зачем не щит ушки матрешки к силе продаем а а вот это тоже хороший к линкор в принципе можно на любой поменять так это суды стрелы заправляем банку суда это продаем а это смотрим ни хера себе разница вот это поворот вообще какое-то небо и земля а по луку атака уровень ниже маг стрела ниже и урон так себе в общем продаем торг продать так банки вниз и докупаем остальные хорош так ну что делаю стоп старт и продолжаем через пару секунд продолжаем дальше кстати пока делал стоп старт вспомнил такую особенность что раньше после перезахода в игру у нас еще закрывалась карта сейчас с патчами это починили видать исправили но и это и не считалось багом как бы то есть раньше она закрывала сейчас не закрывается вот так 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 а всего вариантов по моему 4 генерации карты но по новой обновляются могут после перезахода то есть если вы хотите фармить просто перезаходите и фармите те локации которую по которому вы уже бегали но это кстати очень удобно что карта не закрывается то есть мы сразу видим где что вот давайте выпьем полностью весь фонтан чтобы восстановить выносливость очень удачно у нас тут на лучников действует яд это очень радует меня потому что обычно в рпг на лучников говорю на скелетов яд не действует и на зомбарей тоже кстати давайте берем стрелы бежим дальше нам нужен второй уровень хорош минус приятное приятное дополнение к урону нам амулет дал как раз таки для того чтобы отпустить ворона крови которого мы пойдем вскоре бить бить и не щадить за те злодеяния что она совершила хорош толпа зомбарей минусуем их все таки не зря прокачиваю живучесть потому что вот реально на такой элитки которые вот у нас было буквально несколько минут назад можно отлететь пару выстрелов и все и готово а на хардкоре это непростительно 2 уровень отлично но я так понимаю что он должен быть небольшой и здесь должен быть сундук по крайней мере я хочу в это верить минус минус неплохо просаживать должен сказать давай 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 а так тут еще и вид к демон телепортация ну не телепортировалась лично хотя может слабая 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 подбираем бежим дальше принципе те банки которые мы потратили мы их и восстановили за счет дропа хорош тут еще должен быть один воскрешалка потому что уж очень много а вот очень много гоблинов этих мелких чертят а где-то примерно на воскрешалку приходится по статистике 4 гоблина и золотой сундук отлично дайте мне желтый лук какой-нибудь хороший болты не берем а гребучку кстати можно взять она занимает один слот и я думаю что неплохо стоит что ты говоришь ох нихера сериально не можешь ну погнали город гоня продадимся чушь ради такого дела то не сгонять так здорово здорово берем свитков 17 но это вам получше защита ох 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 ладно давайте увеличенную защиту возьмем хотя спорно что лучше поиск продаем потому что он как он как он же называется правильно то бестелесно или в общем не подлежит починки ключ берем очень хорошая вещь закрытые сундуки открывает так берем лечащие зелья слабая и все в принципе можно и уходить со второй слов сострой сложности чё несу со второго уровня что здесь локация маленькая больше ничего нету дротики долой ох смотрите ёшки матрёшки с элиткой а сверх сильный это опасно дополнительный урон значит минус количество надо их уменьшить сверх сильный хорош ну ты одна осталась один на один давай кто кого подбираем зелья 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 хорош огненные подбираем обязательно впарим за неплохую цену зомби лэнд скелетос досвидос еще один зомбарик так шушь я мискликаю подбираю всякую белую херобуру надо опять выкидывать выкидывать да она немножко попривыкнуть к физике чтоб не подбирать это всякое белое хорош минус призывалка пусим этих мелких херобурок хорош в принципе во второй части с голдой проблем нет то есть ее просто таки банально потом девать никуда будет но вот как раз и создан это чувачок в городе который который испытывают удачу для того чтобы на него голду и сливать потому что реально если уже у меня с голдой проблем нету то дальше будет еще больше и потом она станет вообще бесполезным в диабле так ой мискликнул хотел нажать пятерку чтобы те а мискликнул и нажал зелье ну ладно ничего страшного давайте здесь пробежим никого вообще нет а о скелетике здорово хорош вниз за рулем зомбарек до свидос в принципе нет смысла и полностью открывать ничего интересного здесь не будет кроме как белых мобов и белого лута но возможно еще и синего в перемешку дополнение к белому выходим так а мне есть вы ну а отлично на выносливость банка есть пьем чтобы не ждать когда она восстановится и потихоньку продвигаемся через центр к ладбищу где нас ждет уже ворон крови хорош призывать уже так бежим тут какие-то загоны перегоны кстати напишите в комментариях у вас и не сильно вообще накаляет что постоянно бегу с мини карты точнее с карты привычка привычка потому что в диабле 2 я вообще не выключал только вот так вот и бегал вот если у вас бомбит это немножко то я в принципе буду стараться ее юзать пореже обязательно напишите об этом перчатки хорош два портала отлично берем лук не нужен белый так ну и остался маленький кусочек до открывать в принципе вот здесь призывалка и мелкие гоблины гремлины они же чертята хорош так что у нас тут тоже ничего интересного кстати алтари может быть тоже уже обновились а у нас полна алтарь набег где-то какой-то среди них был нет это не тот алтарь ну а до того наверно смысла нет бежать ладно вниз пойдем переключимся на шаг пусть выносливость восстановится хорош минус ну и погнали на кладбище на кладбище еще забегая вперед скажу будет двое руин или два рвина а два рвина два рвина вот который на тоже очистить там есть резон очищать там по моему в каждом будет золотой сундук в котором может быть чуть интересное опачки лава лап хорош ну давайте отпустим их чтобы не мешали вы прытки а ох еще свиток портала дал ну так ловкость так сила живучесть мана все понемножку 37 мана а сколько у нас обстрел будет кушать по 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 где 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 атака урон а 11 мана то есть у нас а если сейчас он допустим дался бы но мы сделали бы три выстрела всего лишь да немного но давайте прокачивать это все равно качать придется и бежим дальше по 11 маны ну хотелось бы конечно иметь где нибудь примерно хотя бы 110 маны чтобы сделать 10 выстрелов на самом деле он быстро вообще расходуется но штука прикольная этот обстрел так быстро с лука с пулемета строчит ну вот тут локация небольшая само кладбище давайте сразу зайдем внутрь потому что она зомбарей призывает и по долгу стоять лучше не надо вон она в вором крови да пошла ты тварь ооо так у нее хпшки реально не так уж и много раньше она была куда жестче и по урону и по выживаемости хорош бегать все минус сейчас хотят развалится частично часть кто-то останется по-моему нет смотрите-ка все развалились так слабое лечащее берем топаз берем и идем в пещерку хорош так вон одну вижу а где вторая вот она вторая хорошо сестра да она уже не сестра она уже зомбаря превратилась в злостного который призывает трупа трупаки стрелы берем так пусим и сразу нам сундук на входе дали отлично хорошо ох ничего себе сколько лута то так небольшое берем да я понимаю что ты не можешь совсем прям да окай гоем го в город я не могу поверить что кровавый ворон побеждена тобой хотя она была моим ближайшим другом я молюсь чтобы ее терзаемый дух был изгнан навеки мое уважение заслужено тобой странник и сотрудничество бродяг так же я отдам несколько своих лучших воинов в твое распоряжение ну и дали нам соответственно напарника так наем может по урону какие то есть получше урон 3 урон 6 смотрите урон 6 а у тебя сколько так 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 где тут у тебя а ура они 4 приветствую давайте сразу дорогую наймем почему нет у нас голда позволяет давайте с холодом вот эту холодную элекса и сразу ей влупим лук хотя тут тоже написано 1 4 ну да ладно чё а лука у нас нету да печалька ладно купим ей лук ну или найдем здорово что мы столкнулись со злом которое сложно понять не то что победить есть только один харадримский мудрец сведущий в самой тайной истории легендах он может помочь нам его имя Декард Кайер отправляйся в тристрам и найди его друг мой я молюсь чтобы он все еще был жив живой живой он окарочка торговать так стрелы забурим сюда продадим опять покупаем свитки идентификации и распознаем и продаем 3 но это всяко лучше щит сразу впариваем продать так по бутылькам вот эти кстати бутыли хорошие со второго акта по моему они то есть они там в основном падают хорошие бутылки или с третьего даже не помню таких тонкостей но в общем они очень хорошие то есть по сравнению с нашими лечебное зелье не пишется как сока хп восстанавливать но намного больше то есть они по крутости вот идут вот эти потом вот эти вот эти там с тремя полосками и которые мгновенного восстановления уже потом так ману впариваем ключ соединяем ага еще у нас получается 12 тут 2 отлично так это в сундук скинем и голду в сундук итак мы завершили квест в урон крови нам дали следующий квест на то чтобы найти дакар дакайна и спасти его как говорит дакар я молюсь чтобы он был еще жив а на самом деле он жив небольшой спойлер так чинка чинка починка лук надо для нее купить 26 урона ядом почему бы нет кстати он может быть даже мне будет очень эффективен ну-ка давайте да у меня получше а этот ей втулим держи не сомневаюсь она на самом деле очень классно с ней ходить но она иногда фейлит и стоит так что он ни в кого не стреляет в общем есть такое у нее так сделать зелье восстановления идентификации возьмем еще пригодится давайте тут посмотрим еще что-нибудь по-любому должна быть элитка как минимум где-то затесаться значит пока не видно о вот и элитка нежить какую-то ауру короче имел но она у него быстро закончилась неплохо кстати урон то капнули достаточно легко непринужденно их убиваем хорош кольцо некачественный короткий дротик а короткий лук короткий лук нам такой не нужно белая минус там по-моему пассивка еще была на шанс пробивания насквозь а будет ее тоже покачать если она доступна вообще нам но она по-моему высокого уровня надо будет посмотреть вот запертый сундук был а чтобы открыть нужен ключ но ключи у нас есть а что совсем никогда отсортировать походу нет да печаль ладно погнали в принципе диабло из этого и состоит бегаешь убиваешь лутаешь и возвращаешься в город на продажу так 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 кстати совсем забыл совсем забыл что так давайте полутаемся к атаке ведь свитки то телепорта в первом а в первой были свитки телепорта так что это не исключительно особенность диабло 2 но том том телепорта и том индификации исключительная особенность диабло 2 в первой тома не было свитки были соответственно занимали один слот хранились у вас в инвентаре ну или в панели быстрого доступа вот а здесь сделали для них том который вмещает 20 свитков что в принципе удобно для экономии места так что вот исключительная особенность второй части так бежим суды уже выносливости значительно больше стало значительно больше так пятерочка немножко пробежимся так пешочком так 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 давай девка девка конфетка восстанавливая выносливость хорош ну 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 давай при все пятерку отжимаем и ищи бежим дальше вообще красотка ваншотнул его просто лучше на холод ее брать потому что она замораживает их я вот не помню только по-моему намертво некоторых так чисто примораживая в общем всяко лучше чем на какой-то огонь там или еще на яд допустим на все стихии по идее есть огонь, яд, холод это все да по-моему стихии по-моему тут три стихии огонь, яд и холод насколько я помню желтые сапоги отлично вот не зря сходили уже позитив у меня это какие-то дешманские синие а желтые как правило неплохо дают нам по скиллам и по характеристикам хорош, минус так, что у нас тут тут все, бежим дальше чуть восстановим хп пусть будет максимум так будет спокойней что хардкор ошибок не прощает отлично, золотой сундук тут же элитка он, по-моему, сама его отмутузила так, короткий лук шапка а в сундуке у нас да ладно да девка вообще что ли никак ну-ка показывай не туда зашел показывай ну да, действительно не можешь возвращаемся колли так а кора а я приветствую орден покупаем свитки идентификации и сплавляем все вот а у нас так у нас вообще их не было я-то думал у нас какие-то хоть дешманские стоят у нас вообще не было ну отлично из грязи в князь просто таки это впариваем свитки от телепорта до макса покупаем 20 штучек удобная, кстати, штука а раньше долгое время мы там со знакомыми не знали это этой темы что можно shift зажать и купить сразу по максу и покупали поштучно вот а такая вот фишка есть зажимаешь shift и покупаешь она сразу до максимума покупается сколько позволяет книга ну и с бутыльками так же так, так, так берем ну походу тут вообще уже ничего не осталось то есть максимум что мы встретим это белых мобов во тут там скелетос какой-то возбухает ну-ка ну и че ты ждала это все время да убей ты его ну в принципе все как бы тут все зачистили а на кладбище там максимум еще пару зомби осталось но не будем возвращаться для того чтобы их убить пусть насладятся беззаботной жизнью после смерти так это продаем это продаем бутылки давайте по хорошести так расставим чтоб хорошие стояли в начале будем знать я всегда так расставляю что если мало хп надо там четверочку троечку попить если очень мало то однерку двойку так по лукам в принципе ничего интересного давайте зарядим колчаны то есть покупаем мы колчаны и сбрасываем часть стрел в остальное где закончилось а 350 это макс вот такие дела ну что дорогие друзья на этом эпизод и завершим с вами был Алексей он же crazy life подписывайтесь на канал ставьте лайк комментируйте общайтесь ссылочка с прохождением в описании под видео всем хорошего позитива удачи и пока пока удачи